Добрый вечер! Золотое зерно. Зерна на Алтае собрали немного, цены на него растут, настоящий ценовой бум, наблюдаем, дорожает и мука. И что же нас ожидает дальше? Хлеб-то подорожает? Ну вот обсудим. А начну, как обычно, по пятницам с краткого обзора того, что произошло и главное, о чем мы узнали на уходящей уже неделе. Инфляция в Алтайском крае по итогам января-ноября составила 8,3%. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в октябре цены выросли на 1,2%. Алтайский край получит 637 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства. В основном эти деньги пойдут на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства и животноводства. С начала года из Алтайского края уехало почти 30 тысяч человек. Это на 500 человек меньше, чем год назад. Ну, надо сказать, уехали 30 тысяч, приехали ненамного меньше и в основном из республик Средней Азии. Если говорить о загранице, восток наступает, товарищи. Однако главной теме. Вот на этой неделе оглашено видение властей уровней и качества сбора зерновых нынешнего сезона. Вообще, в ходе уборки ожиданий и сомнений было много. А сбылось все, по моей оценке, так. Вот серединка на половинку. И провала-то серьезного по сбору зерна не случилось, да и рекордов тоже. Их, впрочем, и не ждали. Вот как один местный агрочиновник определил нынешний сезон. Затяжная холодная весна, засуха в июне и дождливая осень. Блин, все времена года против нас. На неделе власти заявили, что валовый сбор зерна в крае составил 3,5 миллиона тонн. Для сравнения, в 2013-м более 5 миллионов тонн. Губернатор региона Александр Карлин заявил, что этого количества зерна вполне хватит для внутренних нужд Алтая. Позволит обеспечить полную загрузку зерноперерабатывающей отрасли, а также сформировать семенной фонд под урожай будущего года. Может быть, оно в итоге хватит, но пока зернопереработчики края говорят о дефиците зерна. И, между прочим, рассматривают возможность докупить его у соседей. И в Новосибирске, и в Омске, и в Томске. А причина тут кроется вот в чем. Наши алтайские крестьяны придерживают свои зерновые запасы у себя. Знаете, так очень по-крестьянски придерживают пшеничку-то, рассчитывая взять за нее больше завтра, чем сегодня. И, знаете, эти расчеты оправдываются. Цены на зерно ползут вверх еще быстрее курса доллара. За последние два месяца цены на пшеницу поднялись почти в два раза, до 12 тысяч рублей за тонну. Это повлекло за собой рост цен на муку с 13 до 17 тысяч рублей за тонну. Соответственно, возрастает себестоимость производства хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий. Возможно, государству придется вмешиваться, чтобы удержать цены на социальные продукты. Ну, а как удержать цены? Например, сократить экспорт. Ага, это при дорогущем-то долларе. Я думаю, это совершенно нереально. Или начать сбрасывать накопленное при интервенции прошлых годов зерно. Тоже вряд ли пока отказ. Уж, наверное, проще продразверстку ввести. Но этого, понятно, тоже никогда не будет. Вот эти данные о росте зерновых цен сейчас лишь первые звоночки. Полагаю, если так пойдет, хлебопеки заявят, необходимо поднимать цены на хлеб. И властям, возможно, придется это сделать в условиях галлопирующей инфляции будущего года. Неохотно, с оговорками на меньше, чем по запросу величину. Но хлеб очень, возможно, подорожает. Вспомним, как это было в 90-х. Ну, впрочем, некоторые эксперты считают, что объективных факторов для подорожания хлеба нет. И цена муки в себестоимости булки не принципиальна. Но самое-то главное, еще раз скажу, в условиях кризиса власти пойдут на подорожание хлеба в последнюю буквально очередь. А пока что зерно убегает за границу. В том числе и из Алтайского края. Появили сообщения, что не менее 100 автомашин, груженных пшеницей, в сутки пересекают российско-казахстанскую границу. Причина в разнице курса рубля и тенге к доллару. Закупать российскую пшеницу казахстанским переработчикам выгоднее. А реплика сегодня звучит так. Похоже, в этом году наши алтайские крестьяне смогут отлично заработать на высокой цене за пшеницу. Это, конечно, хорошо, и мы за них рады. Но вот как бы нам, горожанам, да и всей экономике края, такой коммерческий успех боком не вышел. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова